Сегодня в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко официально сдала полномочия губернатора города, исполняющему обязанности главы северной столицы Георгию Полтавченко. Матвиенко отметила, что давно знает его и считает очень достойным человеком, который прошел хорошую школу жизни. Репортаж Александра Чиженка. Сложив полномочия губернатора, Валентина Матвиенко сегодня отчиталась перед городом о проделанной работе. Журналистов больше интересовало не что сделано, а как. Теперь уже бывший губернатор, как обычно, поражала всех красноречием и афористичностью ответов. Что касается моей стрельбы, то, поверьте, мои выстрелы очень меткие и правильные. Как правило, нас с губернатором всегда издевались. Я вам честно скажу, ну, по-доброму, я могу ответить только одним. Сочувствие дается даром, а зависть надо заслужить. Еще Матвиенко пообещала и в Москве болеть за «Зенит» и попросила журналистов не заводить разговор о роли женщины в политике. Гендерные вопросы ей надоели. Какими бы разными ни были политические взгляды и стиль работы руководителей северной столицы, все они уже много десятилетий следуют одному строгому правилу – ничего не менять в интерьерах коридоров Смольного. Разве что галерея градоначальников становится длиннее. Сейчас в ней ровно 70 портретов. Свои пожелания к 71-му он будет располагаться вот здесь. Валентина Ивановна уже сформулировала. Мне бы очень хотелось, чтобы, ну, раз так принято это будет, чтобы, по крайней мере, я хоть чуть-чуть была похожа на себя. Вот поскольку я смотрю на те портреты, которые висят там с трудом, узнаются люди, на которых они изображены. Со своим преемником, пока лишь исполняющим обязанности губернатора, полпредом президента в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко, Валентина Ивановна накануне беседовала допоздна, вводя в курс дела. Ближайшая, наверное, проблема, с которой мы столкнемся, о которой также всем известно хорошо. Каждый год у нас внезапно приходит холода. Поэтому я думаю, что главная задача сегодня в плане городского хозяйства, я хотел бы отметить, это подготовка к зиме. Тем временем прежний губернатор уже упаковала личные вещи и фотографии, оставив Смольным, как положено по закону, все подарки дороже 3000 рублей. С собой в Москву она решила захватить лишь хуну с алыми парусами. Но не ту, что проходит по Неве в самый романтичный городской праздник, а ее модель, сделанную руками детей. Александр Чижинок, Александр Клешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург. Александр Чижинок задал Валентине Матвиенко вопрос, сколь успешно Санкт-Петербург обменивался опытом решения проблем с другими городами, прежде всего с Москвой. Валентина Матвиенко подтвердила, что обмен опытом был и он оказался полезен. Мы, скажем, взяли опыт Москвы по реновации старых кварталов. Москва прошла этот этап. Мы начали этим заниматься и понимаем, что городу деваться некуда. Дома постройки 1956 года, так называемые хрущевки, не имеют дальнейшей перспективы. Их поэтапно надо расселять. Ответственная власть это понимает, что в первую очередь надо создать комфортные условия для населения. Поэтому мы как губка впитывали, старались впитывать все новое и с удовольствием делились тем опытом, который наработан у нас.